Дуальных заездов конкурса. Уже со следующей недели мы с вами будем наблюдать заезды полуфинала, в которой пройдут 8 команд из 1-го дивизиона, ну а в дальнейшем 27-го августа финал танкового биатлона. Ну а сегодня выступление третьих экипажей. Итак, ну что ж, погода немного прохладнее, чем была в предыдущие дни. Заезды 19 градусов Цельсия. Ветер, ну резкие порывы бывают и до 10 метров в секунду, а 67% влажности нужно будет учитывать. Учитывать ветер при боевой стрельбе, при боевой работе, вносить корректировки. Итак, в этом заезде участвуют экипажи от Казахстана, Узбекистана, Венесуэлы и Вьетнама. Все интереснее и интереснее складываются заезды индивидуальной гонки, потому что уже сейчас решается. Кто же эти 8 команд, которые пройдут в полуфинал? Но немного позже расскажу о предварительных результатах и между кем состоится основная борьба за прохождение в финал. Напомню о том, что у нас 10 команд в 1-м дивизионе, а пройдут только 8. Судьи этого заезда Талгат Сапарбаев от Казахстана, от Узбекистана Исмаил Наврузов, от Венесуэлы Луис Корона и от Вьетнама Дан Куанг Донг. Ну а мы в эфире телеканала «Звезда». Прямые трансляции вы можете наблюдать на официальном сайте телеканала «Звезда», официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации, мил.ру, а также на рутуб. С вами комментатор танкового биатлона Николай Федоров. В этом заезде будут задействованы все 4 огневые дорожки. 4 танка в индивидуальной гонке. Итак, друзья, все готово для того, чтобы экипажи заняли штатные места в боевой технике. Ну а пока представление экипажей. На правом фланге танк зеленого цвета. Республика Казахстан. Третий экипаж. Командир танка капитан Ермахан Кудайберген. Наводчик-оператор Рустам Малдашев. Механик-водитель, сержант третьего класса. Бэймбет Бодесов. Казахстан. Третий экипаж. На танке красного цвета. Экипаж Республики Узбекистан. Командир танка. Старший лейтенант Женебек Елдашев. Наводчик-оператор. Младший сержант. Мухридин Ганеев. Механик-водитель. Младший сержант. Комайдуло Жалимов. Узбекистан. Третий экипаж. Третья огневая дорожка. Танк желтого цвета. Боливарианская республика Венесуэла. Командир танка. Старший лейтенант Ренни Рансис Хаймер Родригес. Наводчик-оператор. Сержант первого класса. Александр Хавьер Гориос Гонсалес. И механик-водитель. Старший сержант третьего класса. Али Даниэль Самбрано. Венесуэла. Третий экипаж. На левом фланге. Экипаж социалистической республики Вьетнам. Командир танка. Капитан Фунг Ань Кеонг. Наводчик-оператор. Старший лейтенант. Фан Вань Ань. Механик-водитель. Лейтенант Ду Куок Туан. Вьетнам. Третий экипаж. Итак, друзья, это индивидуальная гонка. Десятый танковый биатлон армейских международных игр. Звучит сигнал на полигоне Алабина. И по этой команде экипажи занимают штатные места в боевых машинах. Танки Т-72Б3. Все танки предоставлены командам, участвующим в этом заезде Российской Федерации. Как и, в принципе, всем командам, за исключением Китая. И Республики Беларусь данной команды прибывают на конкурс со своей техникой. Китайские танкистки на танках ТИП-96Б. Ну, а команда Республики Беларусь участвует на танках Т-72Б3. Ну, не в этом заезде. Это будет завтра. А пока готовятся экипажи стартовать. Завели двигатели Риут. 840 сильные двигатели танков Т-72Б3. Главный судья конкурса. Генерал-майор Кирилл Кулаков. Принимает лично доклады о готовности. И дает команду вперед. Казахстан на трассе конкурса «Танковый биатлон». Мы желаем удачи каждому экипажу, участвующему в этом заезде. Ну, что ж, можно, я думаю, предположить о том, что шансы на лидерство есть у команд Казахстана и Узбекистана. Вьетнам, Венешуэла. По крайней мере, по результатам выступления первых и вторых экипажей результаты немного хуже. Но, тем не менее, каждый экипаж – это отдельная семья. Это отдельные члены команды в индивидуальном зачете, которые могут удивить в том числе своих болельщиков, да и своих тренеров. Ну, и, возможно, самих себя. Поэтому не будем ничего загадывать. Посмотрим, как состоится заезд. Первый дивизион. Будут основные боеприпасы, будут дополнительные боеприпасы. Ну, они-то будут, но не факт, что их будут использовать. Ведь дополнительные боеприпасы используются только в том случае, если экипаж не поразил мишени номер 12. Три мишени номер 12, дальность до целей 1600, 1700 и 1800 метров. После ведения боевой стрельбы основными тремя штатными артиллерийскими выстрелами, которые вы как раз сейчас наблюдаете, как лихо, молниеносно подает механик-водитель своему наводчику-оператору. Тот в дальнейшем передает командиру в башню танка. А тот уже загружает боеприпасы, осуществляет заряжание боевой машины, танковые пушки и закрыть люк нужно. Все, закрывает люк, все отлично и здорово. Доклад о готовности и выдвигается на участок ведения боевой стрельбы. Где мы сейчас на экранах экипажи Казахстана? Первый и второй экипаж, которые уже выступили. Первый экипаж Казахстана показал время 25 минут и 8 секунд на данный момент на шестой строчке рейтинга первой дивизиона. Итак, мишени стоят. Отсечка по времени 20 секунд дается на то, чтобы осуществить первый выстрел. Уже 6 секунд позади. Успевает как быстро. Есть! Первая мишень поражена. Браво! Казахстан! Великолепная работа. Наводчик-оператор, это сержант третьего класса Русам Молдашев ведет боевую стрельбу. Поиск цели. Вторая мишень на 1700 метров. Выстрел! Есть цель! Блестящая работа. И третья мишень в поле. Мишени теперь поднимаются одновременно. И сразу же все три мишени наблюдает наводчик-оператор. Самостоятельно выбирая, по какой из них он начнет вести боевую стрельбу. И вот выстрел! Да! Да! Да, Казахстан! Вперед! Мимо штрафных кругов, мимо штрафной дистанции, именуя дополнительные боеприпасы. Ну что ж, суперработа, супертанкисты. Отлично. Хорошая работа была, как и у первого экипажа Казахстана, по поражению мишеней. Четыре из пяти. Второй экипаж сборной Казахстана сейчас на девятой строчке. Также четыре из пяти мишеней. А на трассу конкурса вышел танк красного цвета. Узбекистан! Хорошая команда, друзья мои. Сильная команда. Неустанно говорить о том, что эта команда прибыла для участия в конкурсе. Впервые. Ну, не в этом году участвует уже не первый раз. Сборная Узбекистана в 2019 году вошла в семью танкового биатлона. Участвовали во втором дивизионе. И сразу же, участвуя в первый раз, заняли первое место во втором дивизионе. И продолжили участие в первом. В прошлом году заняли пятое место. В двадцатом году шестое место. Ну что ж, если идти по данному плану, так сказать, то в этом году как минимум, как минимум, и Узбекистан может завоевать и четвертое место. Но так уж сложилось, что в первой дивизионе есть с кем побороться. Очень сильные команды в этом году. Очень подготовленные команды. Поэтому каждой команде, участвующей в конкурсе, будет ох как очень непросто. Это не только дойти до полуфинала, но и вырваться в финал. Итак, повтор боевой стрельбы, боевой работы казахской сборной. Приятно смотреть. Безумно приятно смотреть на то, как ведут боевую стрельбу танкисты и поражают мишени. Вот этот танковый биатлон. Мы любим этот танковый биатлон. Мы ждем каждый год. И каждый год готовятся танкисты к выступлению в конкурсе. Отбирают экипажи. В течение года на полигонах своих вооруженных сил команды готовятся. На своей технике. Ну а далее прибывают в Российскую Федерацию. Выступают, показывая все, чему научились. Итак, красные мишени будут подняты уже через несколько мгновений. Да, они уже подняты. Все мишени в поле. Отсечка по времени уже идет. Время первого выстрела 20 секунд. Ведет поиск цели. 5 секунд осталось. Нет времени на раздумья. Есть выстрел. Успевает. 19 секунд. Цель поражена. Если первый выстрел не успели совершить за 20 секунд, то экипаж направляется на площадку штрафного времени на пид-стоп. Но здесь уже торопиться не обязательно. Можно спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой. Выстрел. Есть. Еще одна цель поражена. Отсечка по времени проходит мимо Кургана Славы. Экипаж Казахстана. 5 минут 45 секунд. Очень хорошее время. И третья мишень остается с пробоиной. Ну что ж, блестящая работа. Хорошо Узбекистан догонять. Казахстан, как я и думал, серьезный. Серьезное соперничество сейчас будет между двумя экипажами. Как раз таки Казахстана и Узбекистана. Речь о выходе в полуфинал это одно. Но и есть важный аспект. Попасть в лидеры индивидуального зачета. Ведь команда может и не пройти в финал. Но один из экипажей стать победителем или призером индивидуальной гонки танкового биатлона. Это тоже уж стоит очень и очень дорогого. На трассе конкурса танк желтого цвета. Боливарианская республика Венюсуэла. Механик-водитель преодолевает первое препятствие. Змейка по истечении почти уж недели. По большому счету сегодня суббота. Именно в прошлую субботу начался конкурс танковый биатлон. Так вот за неделю на Змейке не было серьезных нарушений у команд первого дивизиона. Да, во втором дивизионе бывают ошибки. Но среди сильнейших танкистов в первом дивизионе механики-водители подготовлены на славу. Великолепная работа. Очень приятно смотреть, как ведут филиграммно боевые машины. 46-тонные танки Т-72Б3. Порой ощущение, что это не грозная боевая техника, бронированная техника. А очень маневренный легковой автомобиль. Итак, выходит сейчас из препятствия в рот экипаж Узбекистана. Прошли, преодолели. Ошибок не было. Повтор боевой стрельбы. Отлично. Первая мишень была поражена, как и все остальные. И не было никаких сомнений не в кромку мишени, а четко в яблочко. Замечательно видны пробоины. Но, несмотря на это, обязательно после заезда выдвигается судейская коллегия. Судьи этого заезда осматриваются мишени, еще раз фотографируют. И в случае необходимости на заседании судейской коллегии предоставляют фото, видеоматериалы. Опять-таки, по истечению времени проблемных вопросов в ходе судейства не было. Очень верим в то, что и не будет в дальнейшем. Никто не подавал протесты. Просто не было такой необходимости. Все решается обоюдно. В случае голосования решается фактически всегда единогласным решением судей. Судьи лояльны друг к другу. Ведь все здесь друзья. Ведь все здесь одна большая семья танкового биатлона. Ну, простой пример вчерашний заезд, когда, несмотря на ошибки, которые допустил экипаж Узбекистана, выступая в втором дивизии... Прошу прощения. Допустил экипаж Южной Осетии, выступая в индивидуальной гонке, не сумев закончить выступление, единогласным решением судей было принято решение дать возможность Южной Осетии еще раз выступить. И вчера мы с вами наблюдали, как экипаж выступал повторно. Ну что ж, это было решение судейской комиссии, судейской коллегии. Три мишени в поле. Итак, отсечка по времени. Время-то уже идет. Узбекистан. 5 минут 59 секунд. Разница во времени 14 секунд. Венесуэла. Время идет. Время идет. Первого выстрела. И вот выстрел. Долгожданный выстрел. Ну, исходя из времени, пока за мишеней не удалось вложиться во время. Есть! Хорошо, Венесуэла. Но придется, по всей видимости, зайти на пит-стоп в связи с тем, что не уложились во время первого выстрела в нижний срез мишени. Итак, вторая мишень в поле. Внимание. Хотя все мишени уже видны. И сразу же, в соответствии с изменениями правил в этом году, в отличие от прошлого года, все три мишени показаны одновременно. Выстрел! И так, нет. Мишень опускается, будет поднята позже в ходе обстрела мишени дополнительным боеприпасом. Открывает огонь в это время команда Казахстана. Командир танка ведет стрельбой зенитного пулемета «Корт» по мишени номер 25 вертолет. Посмотрим в повторе. Хотя уже сразу мы наблюдаем, как срабатывает фаер. Есть! Казахстан продолжает движение по трассе конкурса без штрафных кругов. Четыре из пяти выстрел. Венесуэла. Промах. Итак, два дополнительных боеприпаса назначает сейчас главный судья соревнования в команде Венесуэл. Вот уже после использования дополнительных боеприпасов можно будет окончательно определить, сколько будет штрафных кругов. В соответствии с изменениями правил в этом году, за непоражение мишени номер 12, имитирующий танк противника, по которой ведет стрельбой экипаж из танковой пушки, количество штрафных кругов увеличилось. Если в прошлом году за любую цель назначался один штрафный круг, о какой серьезный недолет, то теперь за 12-е мишень, за ее непоражение два штрафных круга. Приоритеты расставлены. Все же самой важной стрельбой из танка является стрельба из танковой пушки, а не из дополнительного вооружения, которыми и являются пулеметы. Зенитный пулемет Корт и пулемет с пареной с пушкой ПКТ, пулемет Калашникова-танковый. Прямолинейный участок движения трассы, и на нем сейчас экипаж Казахстана. Хорошая скорость, более 60 км в час, но нужно будет притормаживать. Впереди сложные препятствия, участок минно-зраном заграждения. Но вернемся к сборной Венесуэлы. Дополнительные боеприпасы загружены. Ожидает сборная Вьетнама старта. Как только осуществит стрельбу сейчас экипаж Венесуэлы, отправится в Вьетнам на трассу индивидуальной гонки. Итак, Казахстан 12 минут 32 секунды позади. Фактически уже выполнены все задачи второго круга. Остается совсем немного. Узбекистан 9.35. Также команда на втором круге будет вести стрельбу уже через несколько мгновений. Командир танка сборной Узбекистана. Вьетнам ожидает. А вот Венесуэла, зарезив два дополнительных выстрела, готовится открыть огонь. По двум мишеням, которые остались без пробоя. Пожелаем удачи венесуэльским танкистам. Выстрел! Ессель! И вновь самое неизмешение попадает в кромку, тем самым лишая себя двух дополнительных, двух штрафных кругов. И третье мишень остается. Итак, третий выстрел. Все, боеприпасов больше не будет. Недалет. Два штрафных круга придется пройти экипажу Венесуэлы. Два штрафных круга – это один километр. Всего две штрафных дистанции на трассе конкурса. Каждая из них по 500 метров. Ну что ж, на какую отправит главный судья? По всей видимости, на ближнюю по пути следования от участка ведения боевой стрельбы, где экипаж и пройдет лишний километр. Итак, повтор. Внимание! Первый выстрел дополнительным боеприпасом. Цель была поражена. Но вот вторая мишень, к сожалению, осталась целой. Единственная, кто может возрадоваться этому – это полигонная команда. Вьетнам на трассе конкурса. Итак, Вьетнам, так же, как и команда, участвуя в этом заезде, уже принимала участие. Первый и второй экипаж вьетнамской сборной показали время 34.50 и 47 минут и пяти. Пять секунд, соответственно. Прошу прощения. Вьетнам, друзья, 34.50 на двадцатой строчке. И второй экипаж Вьетнама на пятнадцатой строчке на данный момент. Итак, стрельбу введен от Узбекистана. Хорошо, крашная мишень поражена. Срабатывает фаер. Ох, этого делать нельзя. Нельзя этого делать. Нужно сначала закрепить пулемет, занять штатное место. Командиру танка закрыть люк и только после этого начать движение. Это нарушение требований безопасности. Какие будут приняты санкции, это мы уж узнаем немного позже, после завершения заседания судейской комиссии. Обозначили построение вьетнамские танкисты. И пора загружать боеприпасы. Очень интересно наблюдать за слаженностью действий экипажа. Три члена экипажа участвуют в этом процессе. Механик-водитель подает снаряды наводчику-оператору. Наводчик-оператор придет к командиру, а командир самостоятельно их загружает. Отсечка по времени. Казахстан на третий круг уходит. Пятнадцать минут двадцать три секунды. Это уже невероятное время, друзья. Невероятное время. Если удастся поразить мишень номер девять и пройти без штрафных кругов, то есть шансы на то, что экипаж Казахстана смело может войти в пятерку лидеров. Пока лидеры в индивидуальном заезде. На первой строчке экипаж Российской Федерации, Восточный военный. На второй строчке экипаж Российской Федерации от Казанского высшего танкового командного училища. Третьими в индивидуальном зачете идут белорусские танкисты. Первый экипаж. На четвертой, пятой строчке второй и первый экипаж, соответственно, от Китайской Народной Республики. Три мишени номер двенадцать для Вьетнама. Выстрел за двенадцать секунд. Обнаружил мишень. Выстрелял. Но на данный момент с этого ракурса пока сложно сказать. Не наблюдаем пробоины в мишени. И подсказывает сейчас главный судья о том, что нет, поражения не было. Также осуществляет наблюдение судейской вышки при помощи специальных приборов наблюдения за ходом ведения боевой стрельбы. И за результативностью. За ее результативностью. Хотя тут что же скажешь. Если выстрел прозвучал, то это уже есть результат. А если вот так, как сейчас мишень поражена, то результат отличный. Выполнена задача на пятерку. По крайней мере по одной мишени. В целом, конечно же, поразить нужно все три мишени. И не использовать дополнительные боеприпасы. Третий выстрел. Есть цель. Есть цель. Внимание на экран. Мы наблюдаем пробоину. Нет никаких сомнений. Итак, Вьетнам. Один дополнительный боеприпас придется загружать. Но ничего страшного. Я уверен, быстро, молниеносно справятся его. Посмотрите, болельщики сегодня Вьетнама. На невероятнейшем позитиве. Так, а куда отправляется сейчас Венесуэла? Венесуэла заходит на пидстоп. Преодолевал участок минно-зрывном заграждении. Механик-водитель не по своему направлению. Каждому экипажу определена дорожка. И нужно следовать непосредственно по своей полосе. И, внимание, стрельба сборной Вьетнама. Первый выстрел был результативным. А это промах. А это тот самый момент, когда не удалось поразить мишень. Да, здесь поражение было. Ну и третий выстрел также принес радостные эмоции болельщикам. Всем, кто болеет за сборную Вьетнама. Сегодня здесь, на полигоне Алабина. Ну и, конечно же, наблюдая заезд в эфире телеканала «Звезда», а также прямые трансляции на официальном сайте телеканала «Звезда» и Министерство обороны Российской Федерации на сайте mil.ru. Итак, нужно стрелять в среднюю мишень. Выстрел! Итак, повел стрельбу и открыл огонь по мишени. Которая уже есть пробоина. Ранее по ней наводчик-оператор вел стрельбу и поразил ее. Но здесь нарушение на решение судейской коллеги. Цель поражена, и это прекрасная работа. Итак, отсечка по времени. Друзья мои, на 32 секунды всего-то навсего сейчас отстает Узбекистан. Вот именно на третьем круге все решится. Идет невероятная борьба между экипажами Казахстана и Узбекистана. На третьем круге экипажи выполняют задачу по поражению мишени номер 9. Итак, еще раз повтор. Участок мин на взрывном заграждении. Много-много мин установлено, которые нужно четко пропускать между гусениц. Итак, что нам скажет полевой арбитр? Белый флаг поднимает полевой арбитр. Нарушений не зафиксировано. Виннам продолжает движение по трассе конкурса. А пока мишень поражена. Это Казахстан. Наводчик-оператор, сержант третьего класса Рустам Малдашев. Ну что ж, браво! Браво, Рустам! Великолепная работа. Теперь все на плечах механика-водителя. В танковом биатлоне Рустам участвует с 2015 года. Так совсем немного остается казахской сборной до завершения выступления в целом в индивидуальной гонке. Для этих команд индивидуальных заездов больше не будет. Узбекистан уже на третьем круге. А вот и Венесуэла переходит на следующий круг. 14 минут и 26 секунд. Сборная Венесуэлы завершила выполнение задач первого круга. Впереди боевая стрельба по мишени номер 25. В исполнении командира там. Поддерживает. Поддерживает, направляя гром аплодисментов. И, конечно же, тепло своих сердец болельщики Венесуэлы далекой. Далекой Венесуэлы Южная Америка не только участвует в танковом биатлоне, но и в этом году принимает конкурс на своей территории. И этот конкурс называется «Снайперский рубеж». Армейский снайпер дивизион, в котором принимают участие снайпера, используя винтовки типа СВД. Снайперская винтовка Драгунова. Новое препятствие. На экране работы экипажа на новом препятствии. Остановка в обозначенном месте. Ранее была гребенка. Принято решение исключить гребенку. Ну что ж, по гребенке фактически просто нужно было пронестись прямо. И особо не вызывало она затруднений у механиков-водителей экипажей. И для усложнения конкурса, для дополнительной проверки навыков экипажей в ходе установки пулеметов на штатное место, было принято решение о том, что на втором круге будут устанавливать зенитный пулемет. И уж только после этого, самостоятельно установив его, правильно, будут, соответственно, стрелять из него. Ну а на третьем круге стрельба из спаренного пулемета ПКТ. И также нужно будет его установить. Вьетнам на третьей строчке идет. 2 минуты 29 секунд. Казахстан 5 из 5. И вот мчится. Мчится красавец. Танк Т-72Б3 зеленого цвета. Казахская сборная. Великолепная работа. Третий экипаж невероятно порадовал. Повтор. Друзья мои, повтор. Казахстан. Посмотрите, участок минно-зрывного заграждения. Красный флаг поднимает полевой арбитр. Но ничего страшного. Быстро и молниеносно справится с задачей. Зайдут на пидстоп. Осмотрят машину и будут финишировать. Так, глубокий поворот. Установка пулеметов. Одновременно сейчас находится на данном препятствии экипажи Вьетнама и Венесуэлы. Что характерно, Вьетнам стартовал четвертым и уже сейчас догнал Венесуэлу. Говорит нам это о том, что аутсайдеры этого заезда пока представители Воливрианской республики Венесуэлы. Итак, что здесь? Было нарушение. На препятствии Косогор. По всей видимости, было нарушение. И будет назначен пидстоп. Сбили ограничительный столб танкисты из Узбекистана. Мишень красного цвета появится уже через несколько мгновений. Должна быть, должна быть в поле она уже. Да, вот стоит. Видна прекрасно. И вот сейчас решится, кто из двух экипажей, Казахстан или Узбекистан, будет лидером в этом заезде. Приближается к финишу. Зеленый танк. Казахстан, встречай своих героев. Финиш! Команда Казахстана завершила выступление в индивидуальной гонке танкового биатлона. Командир танка, капитан Ермахан Кудайберген. В это время Узбекистан поражает девятую мишень. Браво, Узбекистан. Вперед, вперед, вперед. И только вперед. Нагонять, нагонять. Все, что было упущено, были ошибки, но их очень мало, крайне мало. Еще раз вернемся к Казахстану. Финишировали в этом заезде. Друзья, хотелось бы всем напомнить, о составе экипажа. Третий экипаж порадовал нас невероятно. Браво, парни! Браво, танкисты! Спасибо за яркий заезд, за танковый биатлон, который любит вся наша необъятная страна, да и все болельщики на земном шаре. Командир танка, капитан Ермахан Кудайберген участвовал пятый раз в танковом биатлоне и продолжает участвовать. Я уверен, что команда будет в полуфинале. Наводчик-оператор, сержант третьего класса Рустам Молдашев, механик-водитель, сержант третьего класса БМБД в Одессах. С 2014 года в конкурсе танковый биатлон. Выполняет воинские приветствия, благодаря свой тренерский штаб и всех болельщиков, кто сегодня поддерживал сборную Казахстана. Третий экипаж. Казахстан первые пока в этом заезде. 23 минуты 52 секунды приближается Узбекистан. 22.11. Немного более, чем одна минута. Полторы минуты есть у Узбекистана для того, чтобы сравняться по времени с Казахстаном. Пять из пяти. Пять из пяти. Количество пораженных мишеней. Так, осторожно, внимательно. На участок минно-взрывном заграждении. Здесь нельзя допустить ошибку, но и в то же время на максимальной скорости его преодолевать. А впереди еще глубокий поворот. Армянский поворот. Да, белый флаг поднимает полевой арбитр. Нарушений не было. Здесь осторожно, здесь внимательно. И выжимать, выжимать. Все, на что способен сейчас танк Т-72Б3 под управлением механико-водителя из Узбекистана младший сержант Кумайдула Жалимов ведет боевую машину. 29 лет ему. Первый раз участвует в танковом биатлоне, несмотря на то, что команда принимает участие уже не впервые. В целом, многие команды привозят экипажи уже опытом, которые бывали и участвовали в конкурсе. В отличие от команды Российской Федерации. Российская сборная каждый год обновляется на 100%. Это требование нашего министра обороны Российской Федерации, героя Российской Федерации Сергея Кужегетовича Шойгу. Ну и, конечно же, это возможность поучаствовать в конкурсе каждому танкисту наших вооруженных сил, нашей необъятной, любимой Родины России. Итак, Узбекистан, Курган, посмотрите, какая скорость! Останавливаются два экипажа Вьетнам и Венесуэла. Одновременная работа, стрельба по мишеням номер 25. Итак, глубокий поворот. Два препятствия осталось Узбекистану до финиша. Продолжает вести стрельбу сейчас Венесуэла. Загружает боеприпасы командир танка вьетнамской сборной. Помогает ему наводчик-оператор. Важно, важно, конечно же, знать каждому свою задачу. Механик-водитель берет ленту, подает наводчику. Командир танка в это время подключает к радиостанции шлемофон для того, чтобы доложить о готовности. Наводчик-оператор помогает загружать боеприпасы. Итак, две мишени. Желтая для Венесуэлы, синяя для Вьетнама. Должны сработать фаеры в случае поражения мишени. Как сейчас срабатывает фаер у вьетнамской сборной? А Венесуэла пойдет на штрафную дистанцию. Возможно, в порядке исключения фаер не сработал. Для этого поедут и посмотрят своими глазами. Судьи этого заезда все мишени обязательно. А пока Узбекистан встречает своих героев сегодняшнего дня. Итак, время 24 минуты 54 секунды. Одна минута и две секунды всего-то навсего разница во времени. Ну а что нам скажет рейтинговая таблица? Казахстан 23,52. И это четвертая строчка на данный момент. Узбекистан 24,54. И это строчка под номером 6. Итак, Узбекистан командир танка старший лейтенант Женебек Елдашев наводчик-оператор младший сержант Мухридан Ганиев механик-водитель младший сержант Хумайдула Жалима в третий экипаж браво браво танкиста Узбекистана. Блестящая великолепная работа отличная работа выполняет воинское приветствие благодаря от всех болельщиков и всех, кто сегодня смотрит вместе с нами танковый биатлон. Тренерский штаб Узбекистана на экране. Ну что ж, мы видим на лицах гордость. Гордость за выступление своего экипажа. Хорошая, прекрасная работа. Браво! Браво! И только браво! Главный судья конкурса только что сейчас здесь, на судейской вышке поаплодировал, поздравил команду Казахстана, поздравил Узбекистан с блестящим выступлением в танковом биатлоне. Итак, продолжается гонка на трассе конкурса два танка. Танк желтого цвета Венюшелла и синий танк Социалистическая Республика Вьетнам. Выступают третьи экипажи. Сегодня мы ожидаем еще один заезд, в котором выступят экипажи второго дивизиона. Лаос, Армения, Сирия и Мьянма. Мьянма пакализирует в рейтинге второго дивизиона. Имеется шансы на победу в конкурсе и выход в первый дивизион в следующем году. Белый флаг поднял полевой арбитр. Вьетнам продолжает движение по трассе. Впереди еще один круг. Очень серьезный отрыв по времени у Казахстана и Узбекистана от команд, которые участвуют с ними в заезде. Венесуэла уже 23 минуты и 55 секунд. Пока все еще второй круг. Две мишени из пяти поражены, но впереди еще одна цель. Еще одна цель у Вьетнама. Вполне вероятно результат может быть четыре из пяти на оценку хорошо. Ну а вот Венесуэла в лучшем случае сумеет поразить лишь только три мишени из предложенных пяти в индивидуальной гонке. А если вернуться в прошлый год, 2021, Венесуэла заняла десятое место в 2021 году по итогам участия в конкурсе. В целом команда Вьетнама заняла девятое место. Ну и посмотрите, вновь след след, как в прошлом году команды шли, так и в этом 2022 году участвует в одном заезде, но тем не менее шансов у Венесуэлы на победу значительно больше. У Вьетнама, прошу прощения, у Вьетнама, да. Команда время зря не теряла и очень хорошо подготовились в этом году, показывают высочайшие результаты. Команда также принимала участие, начиная с второго дивизиона. Вьетнам прибыл в 2019 году впервые на конкурс танковый биатлон. Заняли второе место, уступив лишь только Узбекистану в 2019 году. Далее Узбекистан перешел в первый дивизион и в 2020 году Вьетнаму не было равных. Во втором дивизионе заняли первое место и в 2021, в 2022 году участвуют в первом дивизионе. Хорошо, белый флаг поднимает полевой арбитр. Нарушений не было. Вьетнаму очень важно идти по своей дорожке, по своей полосе, которая определена цветом танка. Ну что ж, всячески пытаются догнать сейчас экипаж Менюсуэлы своих соперников, но шансов становится все меньше и меньше. Вьетнам, отсечка по времени 18 минут и 8 секунд. На 2 минуты 45 секунд отстают от лидеров этого заезда Казахстана. Белый флаг вновь поднимает полевой арбитр. Преодолели препятствия колейным мост без нарушений. Вот новое препятствие. Остановка в обозначенном месте. Нельзя задевать ограничительные столбы. Четко войти в габарит и остановиться. Заглуши двигатель. Выйти всем трем членам экипажа. Ждут механика водителя. В дальнейшем взять пулемет ПКТ, пулемет Калашниково-танковый и установить на штатное место для того, чтобы успешно вести боевую стрельбу и поразить девятую мишень. Мишень номер 9, имитирующая ручной противотанковый гранатомет. Итак, все готово. Остается лишь только доложить о том, что экипаж готов продолжить движение по трассе конкурса. Нет-нет, в соответствии с правилами, после того, как установили пулемет, нужно еще раз выйти из боевой машины и только после этого вновь занимать штатные места, докладывать о готовности и продолжать движение по трассе. Так, Венесуэла 27 минут, второй круг позади. В первом дивизионе оба экипажа, первый и второй, сборная Венесуэлы, к сожалению, на последних строчках. 21-22 место пока в общем зачете индивидуальной гонки танкового биатлона. 40 минут 15 секунд второй экипаж показал и 47 минут и 5 секунд показал первый экипаж Венесуэлы. Итак, друзья, небольшая корректировка сейчас произойдет в нашей инфографике. Вьетнам. 4 из 5. Ведь Вьетнам действительно поразил же все мишени номер 12 и мишень номер 25. И вот уже сейчас 4 из 5 мы видим на экранах на наших остается еще одна мишень и быть может будет 5 из 5. 100% поражение целей. Итак, внимание, желтые преодолевают препятствия, колейные. Мост. смогли пройти, не было нарушений, было сомнение у главного судей конкурса. Запросил видеоповтор. На видеоповторе мы наблюдали о том, что экипаж опасно преодолел препятствия, допустив прыжок, отрыв гусениц от препятствия. Но, тем не менее, все целы живы, неврезимы, танк не поврежден и препятствие преодолено верно. Посмотрите, как резко вырывает из-под гусениц землю танк Т-72Б3 и отправляется в дальнейшее путешествие по трассе конкурса. Третий круг, третья огневая задача. Вперед, Венесуэла постараться, выложиться, но пусть многое не получилось, но, тем не менее, отрабатывать все задачи нужно на 100%, показать все, на что готовы, все, на что способны, учесть все те ошибки, которые были допущены и в следующем году ни в коем случае их не повторят. Второй косогор, Вьетнам. Очень неудобное препятствие оказалось для многих танкистов, для многих механиков-водителей. Но не для Вьетнама. Механик-водитель лейтенант Доку Октуан. Все члены этого экипажа второй раз принимают участие в танковом биатлоне. 29 лет механику-водителю. Ну что ж, опыта не занимать. Останавливается сейчас экипаж, выходит из боевой машины. И загрузка боеприпасов. Пулемет установлен. Будем надеяться, что пулемет установлен правильно. Но не было ни разу еще проблем в том, чтобы экипаж установил неверно пулемет. Заодно протирая сейчас триплекс, прибор для наблюдения. Наводчик-оператор. Именно наводчик-оператор будет вести боевую стрельбу. Это его задача. Наводчик стреляет по 12-й мишене, моментирующим танк противника. И наводчик стреляет по мишене номер 9. Итак, мишей в поле. Дальность до цели 700 метров. Закрывает люк. Люк был не закрыт, а поправляет еще раз его за 100. Берет. Итак, 15 боеприпасов. Достаточно ли будет наводчик-оператору, но нет. Доклада не прозвучала. Цель не поражена. Два штрафных круга сейчас назначает главный судья конкурса. По всей видимости, не удалось либо зарядить пулемет. Ошибка, техническая ошибка экипажа. И мишень оказалась не обстрелянной. Посмотрите, сбивает столб. Сбивает столб экипаж Венесуэлы. Итак, Венесуэла. Еще раз вернемся к стрельбе Вьетнама. Допустил ошибку, техническую ошибку непосредственно сам экипаж. Не вели стрельбу. В целом, не обстреляв мишень. Если мишень не обстрелена, а не обстрелена, то значит, что по ней не вели... Огонь был не открыт. То в этом случае штрафной круг за не обстрел цели и штрафной круг за не поражение мишени. Поэтому два круга Вьетнама. Что, это неплохой шанс для Венесуэлы нагнать упущенное. Хотя будет очень сложно. Разница во времени почти 10 минут Вьетнам и Венесуэла. Ведет поиск цели 700 метров также дальность до цели. Сейчас обе мишени были установлены на данном рубеже. В целом от 600 до 800 метров рубеж, на котором появляются девятые мишени. Но в отличие от эстафеты, здесь-то мишень одна. А вот в заездах эстафеты в полуфинале и финале конкурса девятых мишеней станет больше. Их будет три. Поражать нужно, конечно же, все три мишени. И для стрельбы из зенитного пулемета количество мишеней увеличится. Если в индивидуальном зачете из зенитного пулемета мы наблюдали стрельбу по одной мишени номер 25, то в эстафете к ней добавляется и мишень номер 11. Ну что же, пока вернемся к заезду к стрельбе Венесуэлы. Не будем забегать вперед. Эстафета будет во вторник и в среду здесь, на полигоне Алабина. Это 23 и 24 августа. Полуфинал конкурса танковый биатлон. Два заезда, восемь сильнейших команд. Что-то мне подсказывает, что боеприпасы закончились. Да. Ну что ж, зеркальная работа. Зеркальная абсолютно работа как у Венесуэлы, так и у Вьетнама. Команда Венесуэлы по каким-то причинам также не вела боевую стрельбу. По всей видимости, ошибка. Ошибка наводчика-оператора не удалось загрузить боеприпасы. Но уточним, обязательно уточним у технической комиссии после заезда это два штрафных круга. Как я и говорил ранее, первый штрафной круг за непораженную мишень, второй штрафной круг за необстрелянную мишень, за то, что мишень абсолютно была необстреляна, не выпустили по ней ни одной очереди. Поэтому вот и получает экипаж один километр дополнительно к без того немалому количеству километров в танковом биатлоне. Итак, а вот и боеприпасы, друзья мои. Вот и боеприпасы неизрасходованные команды Социалистической Республики Вьетнам. Участник минно-заревного заграждения. Итак, что скажет полевой арбитр? Белый флаг. Нарушений не было. Завтра, уже завтра завершается череда выступлений команд первого дивизиона да и второго в целом в конкурсе танковый биатлон этап индивидуальная гонка. Завтра мы с вами ждем заезд, в котором участвует команда Российской Федерации. Наш третий экипаж, друзья. Сойдутся с Китаем к Белоруссии и Киргизии, ну а также заезды второго дивизиона Иран, Зимбабве, Южная Осетия, Судан, Таджикистан и Абхазия. Пока завершается выступление третьих экипажей Вьетнама и Венесуэлы. Немного остается до финиша. Следующий заезд состоится в 11 часов 45 минут. Будет выступать второй дивизион. сегодня мы ждем команды Лаоса, Армении, Сирии, Мьянмы на старте. Преодолели Курган, замечаний нет, никто не скатывается, никто не останавливается. Механики водителей уж таких банальных ошибок не допускают даже во втором дивизионе, что безумно приятно выравнивать. Выравнивать нужно танк, идти по своей дорожке обязательно на Вьетнам. Но не удалось сборной Вьетнаму показать стопроцентное поражение мишей, по мишеней 4 из 5, ну а Казахстан и Узбекистан 100 процентов, 5 из 5. Великолепная работа. Посмотрим обязательно в повторе боевую стрельбу, да и самые яркие моменты немного позже, как только завершать выступление третий экипаж Вьетнама и Венесуэлы. Последнее препятствие для Вьетнама. Противотанковый ров нужно внимательно учитывать гавориты танка, не зацепить ограничительные столпы, которые подвешены на специальных устройствах. Выйти на противоположный берег, белый флаг поднимает полевой арбитр, хорошо продолжает движение и встречая Вьетнам своих танкистов, встречая Вьетнам своих героев. Еще раз напомню о том, что лучший результат у Вьетнама пока был 32 минуты и 21 секунда. Ну что ж, явно, явно лучше во Вьетнаме оказался третий экипаж. 29 минут и 8 секунд. Отстали от Казахстана на 5 минут 16 секунд, но это немного, это немного. Все шансы на выход в полуфинал у Вьетнама в кармане. Будут подводить итоги сегодня. Будут подводить итоги и мы уже узнаем, кто из соперников, основными соперниками за прохождение финал является как раз таки Вьетнам, Азербайджан и, возможно, Узбекистан. Аплодирует, поздравляет сейчас и вновь мы видим по всей видимости народного артиста Вьетнама, который здесь сегодня на полигоне Алабина поет, поддерживает свою команду. Много звучит различных кричалок, развивается огромнейшее количество государственных флагов. Вьетнамцы тоже очень хорошо и ярко поддерживают свою команду. Ну а мы благодарим за выступление третий экипаж Вьетнама. Командир танка капитан Ань Фунг, наводчик-оператор, старший лейтенант Ван Фам, механик-водитель, лейтенант до Куок-Туан. Третий экипаж Вьетнама. Браво! Выполняю войское приветствие. Благодарят всех болельщиков, благодарят свой тренерский штаб за ту работу, которая была проделана во Вьетнаме, да и здесь, на танковом биатлоне, непосредственно перед началом проведения конкурса. Ну, сказать, что команды тренировались здесь нельзя, потому что полномасштабных, полноценных тренировок, заездов, конкурса не было и не предусмотрены они правилами танкового биатлона. Ну, по крайней мере, была пристрелка, были занятия в парке, были проведены отработки нормативов. Да, и не забываем о том, что, друзья мои, нормативы в этом году сдают экипажи нормативы. Это обязательное условие. На данный момент сейчас нормативы сдают команда Таджикистана, также сегодня Судан, Малия, Сузия из России, Белоруссии, Зимбабве. Узбекистан идет на второй строчке по сдаче технических нормативов. Лидерами пока остается Российская Федерация. Итак, продолжает движение танк Венесуэлы. Совсем немного остается последнее препятствие. Вышли противотанковы ров. Позади белый флаг поднял полевой арбитр берет Венесуэла финишировать в танковом биатлоне. Ну что ж, друзья, на этом выступление команды Венесуэлы в конкурсе танковый биатлон в этом году завершено. Исходя из результатов первого, второго, да и третьего экипажа, команда не сможет пройти в полуфинал. Итак, время, финиш, 39 минут 51 секунда от Сталина, 15 минут 59 секунд. Ну что ж, сделают выводы. Сделают выводы, подготовятся и в следующем году. Однозначно будут лучше. Венесуэла, третий экипаж, браво, спасибо за выступление, спасибо за работу. Третий экипаж сборной Венесуэлы, командир танка, старший лейтенант Ренни Рансес Хаймес Родригес. Наводчик-оператор, сержант первого класса Александр Хавьер Горио Гонсалес. Механик-водитель, старший сержант третьего класса Али Даниэль Самбрано Венесуэла. Выступление третьих экипажей в первом дивизионе в рамках заезда 20 августа завершено. Хороший заезд, очень интересный заезд и, безусловно, отдельное спасибо за этот танковый биатлон, который мы с вами наблюдали в течение последних 40 минут. Огромное спасибо в первую очередь экипажам Казахстана и Узбекистана. Вьетам тоже очень хорош, но Венесуэла немного хуже, но, тем не менее, команда достойная, очень достойная, серьезно готовится, подходит, ну, в этом году по всей видимости не год Венесуэлы в части, касающейся танкового биатлона. Пополняю воинское приветствие благодаря всех болельщиков, все, кто нас сегодня смотрел и продолжает смотреть выступление команд в эфире телеканала «Звезда», а также на сайте телеканала «Звезда» и Министерства обороны Российской Федерации результаты. Венесуэлы 39,51. Вьетнам 29,8 секунд, Узбекистан 24 минуты 54 секунды, и победители в этом заезде Казахстан 23 минуты 52 секунды. Это четвертая строчка в общем рейтинге индивидуальной гонки первого дивизиона. Итак, еще раз спасибо, еще раз браво всем, кто был и остается с нами. Танковый биатлон продолжается. Посмотрите, сейчас главный судья конкурса общается со старшим тренером Венесуэлы, делится впечатлениями, поздравляет, благодарит за выступление. А вот и рейтинговая тамблица индивидуальной гонки. Россия 1-2 экипаж на 1-й и 2-й строчке 20 минут 12 секунд 22-42 соответственно временные показатели. Далее Беларусь, Казахстан 2 экипажа Китая, Узбекистан вновь Казахстан опять-таки Казахстан посмотрите как близко друг другу Казахстан и Узбекистан не отпускают друг друга совершенно ни на шаг фактически идут в обнимку. На 13-й строчке Беларусь, далее Вьетнам, Монголия оба экипажа Азербайджан, Вьетнам, снова Монголия, Киргизия, Азербайджан, Вьетнам и 3 строчки последние 3 строчки рейтинга все 3 экипажа Венесуэлы. Немного я ошибся, сказав, что основная борьба за прохождение в полуфинал пройдет между командами Азербайджана, Узбекистана и Вьетнама. Нет-нет, я думаю, не Узбекистана, а Кыргызстан. Да, 3 команды попурятся за место в полуфинале, потому что временные показатели фактически идентичны. Итак, лучшие, яркие, интересные моменты этого заезда. Но очень отрадно, очень приятно, что не было нарушений техники безопасности, серьезных нарушений мы не наблюдали. Все целы, все невредимы, все живы, здоровы, и это самое главное. Ведь, конечно же, в приоритете жизни, здоровья как участников конкурса танковый биатлон, так и зрителей, находящихся здесь на полигоне Алавер. Третья строчка о Вьетнаме. Отдельные слова благодарности заслуживает группа болельщиков, которые здесь находятся на полигоне Алабина и порой заглушают даже, наверное, и комментатора танкового биатлона меня, Николая Федорова. Вьетнам, третья строчка. Остается сказать спасибо. Четыре мишени из пяти были поражены. Самая главная, ярко интересная стрельба выполнена на оценку отлично. Три мишени и три пробоины в них калибра 125 мм. Да, были дополнительные боеприпасы. Это совершенно не беда. Можно их использовать, они для этого и придуманы, для того, чтобы экипажи в случае непоражения мишени их брали и как можно чаще и больше стреляли, вели стрельбу из танковой пушки. Итак, вторая строчка. Узбекистан. Что ж, команда фактически суперменов. Суперменов из Узбекистана. Еще раз напомню о том, что в 2019 году впервые приехали и поучаствовали в конкурсе танковый биатлон. Заняли первое место во втором дивизионе. А до этого 17 и 18 год были посвящены изучению, исследованию танкового биатлона. Как раз главный тренер конкурса прибывал, главный тренер сборной Узбекистана прибывал на танковый биатлон, наблюдал за выступлением других команд, перенимая опыт выступления и подготовив свою команду должным образом. Прибыли в 2019 году, выступили, заняли первое место, попали в первый дивизион и вот так здорово выступают. И Казахстан! Казахстан первое место в этом заезде. Сейчас занимают пятую строчку в рейтинге. Ну что ж, это пока предварительно. Мы благодарим еще раз всех исключения, кто был сегодня с нами. Танковый биатлон продолжается. Совсем скоро очередной заезд, второй дивизион будет выступать. Ну а с вами был комментатор танкового биатлона Николай Федоров. Берегите друг друга, любите друг друга сильно-сильно и будьте счастливы всегда с вами рядом ваше Министерство обороны Российской Федерации. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok